Это женский бой, бой в полулегком весе. В синий угол октагона приглашается Нозима Хусанова! И у нас наконец-то женский бой на турнире проходит спустя довольно продолжительное время. Очень интересные девушки у нас всегда гонятся только за досрочной победой. Покажут они невероятный характер и желание в клетке. И поэтому никогда наши зрители не жаловались на обилие женских поединков. Всегда они их ждали. Тем более сегодняшний бой действительно интригует. Первой в клетку выходит представительница Узбекистана Нозима Хусанова. Ей уже 31 год. Для нее это профессиональный дебют, но у нее серьезный бэкграунд в борьбе. Она является чемпионкой Узбекистана по данному виду спорта. А ее тренером является небезызвестный Илхом Сатвалдиев. Поэтому сегодня она постарается показать максимум своей возможности. Но в рамках данного боя в полулегком весе ее соперницей будет Мира Иртурмаханова. Которая не только на 7 лет моложе своей оппонентки, так еще и является также мастером спорта, только уже по тюдо. Мира Иртурмаханова В красный угол октагона приглашается ее соперница в этом бою, Мерверт Нурмаханова. Ну а вот ее именитая соперница Мерверт Нурмаханова. Ей 24 года, ее рост составляет 168 сантиметров, а представляет она Казахстан, а именно город Туркестан и профессиональный клуб по ММА. Джек-Пи-Джек. Является она мастером спорта не только по Джек-Пи-Джек, но еще и по Пинчак-Силату, спорту довольно популярным в юго-восточной Альдии. Ну и вновь повторюсь, что является девушка мастером спорта по дзюдо. Ей сегодня будет интересно стилистическое противостояние дзюдо и вольной борьбы. Для Мерверт это также профессиональный дебют, поэтому у обоих спортсменок есть шанс громко заявить о себе на турнире Акта Гон-20. Переходим к представлению спортсменок. В синем углу октагона спортсменка из Узбекистана, город Ташкент. Ее рост 167 сантиметров. Ее официальный вес 65,8 килограммов. Ей 31 год. Это ее профессиональный дебют в октагоне. Она представляет клуб «Алфа-Мышь Андердог Узбекистан». В синем углу октагона Нозима Хусанова. В красном углу октагона ее оппонентка в этом бою. Спортсменка из Казахстана, город Туркестан. Она представляет клуб «Жек-Бежек». Ее рост 168 сантиметров. Ее официальный вес 65,8 килограммов. Ей 24 года. Это ее профессиональный дебют в октагоне. В красном углу октагона Мерюэр Нурмаханова. Рефери в октагоне Доримбек Джакаев. Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Регуляем двое, три раунда по пять минут. Внимательно меня слушаем. После команды «Стоп», все действия прекращаем. Все ясно? Покажите красивый, достойный бой. Скисет. Ну, Иерусал, часто такое бывает, что когда оба бойца практикуют много борьбы, они с друг другом не борются, а проводят много времени наоборот в стойке. А я дальше вайболу. Как мы уже говорили, женские бои на наших турнирах никогда нас не подводили. Девушки часто закатывают настоящие руки. И вот мы можем заметить, как Мерюэр начинает бой с двух холл-киков. Пытается она отбить переднюю ногу соперницы. Сейчас попытка «Хука» неудачная. Вот сейчас немного притянула за футбол свою соперницу. Да, прием был чистый из дзюдо. Исполнение Меруэр Нурмахановой. Но она заслуженный мастер спорта по этой дисциплине, поэтому это совсем неудивительно. И сейчас пытается работать она в гранд-эн-паунде. Только нужно взглянуть на защиту ее соперницы, потому что Назима здорово прижимается к своей оппонентке. И активно защищается она, чтобы до времени Джекайса позволил продолжить этот поединок. Мне кажется, что очень много сил сейчас, возможно, тратит Меруэр Нурмаханова на этот финиш. Но до времени Джекаев подтверждает остановку. Неужели у нас бой из-за сечки остановит сейчас? Многочисленные удары Меруэр и за ее многочисленных ударов пока не было. Понятно, могла ли она нанести столь серьезную сечку, но судя по... В этом бою в первом раунде на первой минуте 32 секунде техническим нокаутом победу одержала спортсменка из красного угла октагона Меруэр Нурмаханова! Ну и победительцы этого боя, Стану Семеруэр Нурмаханова, буквально в течение минуты забила она свою соперницу, довела дело до сечки и до времени Джекайса вынужден был остановить поединок. И вот так вот зарабатывает она первую победу в своей профессиональной карьере. Можно заметить, как все началось с того, что не попадала как раз-таки в первых размерах, в разменах Меруэр. За счет этого Нозимов Лусанова несколько раз ее действительно спляла. Но потом вот этот вот момент, когда сразу вышла на свою старую, себе знакомую дистанцию, броскаясь в дзюдо. Все, что нужно было делать Меруэр Нурмаханова, это завершить бой досрочно, с чем она и успешно справилась. Как мы и говорили, женские бои порой привносят больше экшена и интриги, чем мужские. Но посмотрим, что нам покажут пятый бой в рамках Прелимов между Ильёром Бахтиаруло и Миратом Бекшу. Субтитры сделал DimaTorzok